Свежее значит вкусное. Это правильно. И вот бабушки начали обращать внимание на продукты. В том числе и на сроки хранения молока. Но бабушки это такие хорошие товарищи, они не могут немножко без фанатизма. Поэтому выбирают только сегодняшнее. Но мы сегодня с вами обсудим вот этот самый вопрос. Сколько может храниться кисломолочная и молочная продукция? Очень интересно. Потому что возвращаясь к тем бабушкам, которых мы снимали в прошлом сюжете, скажем, некоторым все-таки вкус того молока нравился больше. Но то молоко было в стеклянных бутылках. И хранилось оно совсем недолго. То есть там 3-4 дня максимум. Потом оно прокисало естественно и все. Потом уже появились другие упаковки. Хотя вот стеклянные бутылки я вспоминаю с чувством умиления, честно говоря. Потому что это был самый простой способ ребенку заработать денежки. И мы очень внимательно смотрели за горлышком бутылки. Не дай бог там появится какой-то скол, и тогда 15 копеек или 20 копеек за литровую бутылку молока уже не получить. А так пошли, сэкономили и к кино сходили. Затем уже появились обыкновенные полиэтиленовые пакеты. Потому что время наступило другое, рынок, и все начали экономить. Но сегодня и сейчас магнитогорский молочный комбинат не экономит на вашем здоровье. Потому что представляет вам новые вот эти упаковки. То есть они удобно открываются, долго хранятся. Потому что те самые пакеты, которые ранее использовались, они все-таки немножко неудобные. Ну вспомните, сколько раз вы роняли этот пакет. Сегодня и сейчас, покупая продукцию в такой упаковке, вы, во-первых, получаете увеличенный срок хранения, потому что все закрывается герметично. Во-вторых, вот, не удорожает никаким образом продукции. И, в-третьих, это очень удобная штука для тех, у кого есть еще и сад и огород. Ну, как постоянный клиент торгового центра «Локомотив», я знаю, что у вас первый вкус расхватывается достаточно быстро. Так, Лето? Да, совершенно согласна. Вот за вашей спиной фирменные холодильники. Они позволяют продукции храниться в должных условиях. Да, постоянно поддерживается одна и та же температура в холодильнике. То, что положено 4-5 градусов, и, естественно. И, вот, давайте проконсультируем покупателей, сколько может храниться продукция первого вкуса. То, что касается кисломолочной продукции, это кефир, ряженка, бифидок до 7 суток, молочная продукция 5 суток, сметана, та, которая идет в заводской упаковке, до 14 суток, творожок у нас, если идет речь о весовой продукции, сметане и твороге, всего 72 часа. И если идет упаковка, то 5 суток, да. То есть я могу спокойненько выпить кефирчика, которому и 5 суток в том числе? Конечно. Потому что все хранится при определенной температуре. Мы предприняли этот рейд не по фирменным точкам Магнитогорского молочного комбината с одной целью. Убедиться в том, в каких условиях реализуется продукция первого вкуса. Как вы уже поняли, условия везде едины, и они под тщательным контролем и вниманием. Продавцы грамотные, а предприниматели – любимые. А любимое дело благодарного производителя – одаривать всех подарками. Тем более повод-то был. 8 марта. Жизнь не стоит на месте. Все течет, все меняется. Конечно, раньше мы вот эти стеклянные бутылочки, они вспоминали, то, что 6 бутылочек сдал, рубль как раз можно в кино сходить. Сейчас все по-другому. Вы тоже не стоите на месте? Ну, конечно, нет. Как и жизнь, Магитогорский молочный комбинат, безусловно, не стоит на месте. Соответственно, стеклянные бутылочки заменились на упаковку перпачного вида. Это тетропак, все известны для народа. Она удобна, хорошо хранится. То есть, условия, ну, как бы там, сроки хранения хорошие, выдержаны. Благодаря новой упаковке вот этой вот. Соответственно, удобно пользоваться. Открыл крышечку, налил, закрыл крышечку, поставил обратно. Вот бабушки этого не понимают, но им надо объяснить, что молоко, что в полетелине, в смысле, вот хитрая упаковка, которая полетелином не является, и в перпаке абсолютно одинаковые. Нет, они, безусловно, одинаковые. Перпак там обладает чудесным свойством. Он умеет сохранять вот этот первозданный вкус продукции. До окончания срока годности продукция хранится отлично. То есть, продукция в пленке и в перпаке, она никоим образом не отличается к качествам. А еще надо бабушкам и дедушкам объяснить, что потом эту перпачную упаковку можно использовать для рассады. Ну да, это как вариант, в принципе, можно использовать для рассады. Как экономия, наверняка, ни для кого не секрет, что в наших стаканчиках из-под сметаны давно уже садоводы выращивают рассаду. То есть, если перпак обрезать и посадить туда цветочки, они будут там расти очень хорошо. И вот сейчас они мне пригодились, знания инженера металлурга, теплофизика. Дело в том, что у нас был очень такой замечательный преподаватель, ныне покойный. Ну, у меня очень хорошие преподаватели были. Вот, и они нам много чего рассказывали. К примеру, из физхимии. Потому что физхимия и жизнь человеческая, она вместе взаимосвязана. То есть, есть такой закон ГЕСС, я его на еду свою очередь. То есть, при увеличении температуры на 10 градусов, скорость химической реакции увеличивается в два раза. Поэтому, если вы в холодильнике ничего не держите, то все портится очень быстро. То есть, представляете, да, там 3 градуса или 23 градуса. То есть, в 4 раза быстрее. И поэтому мы сегодня говорим о сроках хранения. Дело в том, что на дворе, в общем-то, 2012 год. Если вот те бабушки, которые в прошлом сюжете говорили, что молоко немножко другого вкуса, мы напомним, что раньше молоко разливалось в стеклянную тару. Это была не герметичная упаковка. Мало того, как бы, ну, тогда и поставщики были другие. Сейчас у Магнитогорского молочного комбината молоко идет только первого и высшего вкуса. Ой, в смысле класса. Простите. Первый вкус, сорт, класс. Это мне очень сложно все. Я все-таки, ну, не совсем биолог. То есть, сейчас и упаковки-то трехслойные. Вы не подумайте, что это обыкновенный полиэтилен. Это трехслойное покрытие, которое позволяет молоку храниться 5 суток. А вот эти все кисломолочные продукты, они могут храниться 7 суток. И если это любимая всеми и обожаемая сметанка первого вкуса, кстати, самая лучшая в городе, то может храниться и в Двинделе. Вот так вот. То есть, те, кто любят весовую сметану, вот мы специально ее вложили сюда, сейчас попробую. Вот. Вот есть такие товарищи. Вот. Вот говорят, что весовая сметана вкуснее. Вкуснее. Ну, с момента покупки 72 часа, не больше. Дальше. Дальше мой вам совет. Пойти все-таки в любую торговую точку. Вот. И взять выдержанную сметану. И теперь у себя та самая физхимия, про которую я говорил. Дело в том, что здесь большой объем. То есть, система имеет большую энтропию. То есть, здесь бактерии туда-сюда, тусуется их много. Поэтому своеобразный вкус. Через 7 дней эта сметана станет точно такой же. Кстати, я очень сильно люблю дома постоявшую сметанку кушать. Она действительно становится сытной и образует такую вот корочку. Сейчас, сейчас не могу просто. Хотел сюда принести 2 абсолютно полезных продукта. Это Биг Мак и Биг Тейсти. Вы думаете, что это не вкусно? Да нет, вкусно. Просто вы кушаете пиццу. А я вам скажу, из чего пицца сделана. Из соевой колбасы, из низкокачественного сыра, из помидора, который произошел в термическом обработке. То есть, там все ешки, ешки, ешки. В Биг Маке ешка только этот вот соус. Все остальное это вкусно и свежее. Но Биг Мак вещь не дешевая. И мой вам совет. Просто съесть его, а потом бифидочком задвинуться. И тогда вы поймете, что это сынус. Да. Да, и в конце. Все-таки прекратите смотреть телевизионную рекламу. Потому что телевизионная реклама говорит о том, что у всех у нас грибок. Мы страдаем диареей. Вот у нас проблемы с пищеводом. По гинекологии у нас все out. То есть, а, и вы думаете, что вам поможет актимель? Так вот, актимель имеет срок хранения 40 дней. Может быть и больше. Тут зависит от продавца. Как вы думаете, если бактерии, могут вообще столько жить? Поэтому ваш выбор. Это биопродукция от первого вкуса. Что и я делаю. Вот сейчас наворачиваюсь металла. Извините, пожалуйста, чью продукцию предпочитаете покупать? Так, чью имеется из этого? Да, да, да. Первый вкус. Спасибо.